на портал экзегет поступил вопрос дочь панически боится растолстеть в итоге почти ничего не есть боюсь чтобы не дошло до анорексии как быть ну до анорексии может и не дойти может дойти до булимия потому что иногда анорексия приходит в булимию приходит в полное обжорство могу вкратце сказать что у нас на соловках с паломниками были беседы можно как-то так набрать и романах прокопий питание на рексе булимия лекции некоторые мы разбирали и светоотеческие какие-то мысли и примеры в том числе пример из какой-то научной литературы в частности в книге марка льюиса биология желание зависит не болезнью было очень хорошо разобран с точки зрения работы мозга примеру булимия анорексия но есть в этой книге спорный момент но на 90 процентов на хорошо ложится на прослав мировоззрение я вкратце перескажу историю там была девушка которая очень любила свою маму она считала свою маму отсталой не перспективной ненавидной что вам прозябает в браке с отцом и у мамы был живот и какая-то попа не та и дочка захотела быть во всем не похоже на мама и здесь на понять что уже в основе лежит то что нарушение 5 заповеди что в 5 заповеди обещается до что все от своей мать и благо те будет то есть будет удача в жизни если соответственно человек начинает свою жизнь с какого-то презрения к родителям то счастья просто не будет это на просто знать и в итоге она стала все есть все меньше и меньше но и в это как раз марк люис приводит очень хорошую мысль которую как истощение эго решет не психоанализе а в принципе обычной понятной черте наш характер то есть горят даже металл устает то есть если человек на волевом решении идет какое длительное время на каком-то этапе психика просто истощается и просто эти клапана срывает пружина выстреливает и человека несет в булимию однажды эта девушка подошла на ком-то мероприятие к столику где были большие куски торта в принципе одного такого куска достаточно было бы чтобы наезд она съела таких несколько у нее потом началось уже не приступа неконтролируемого обжорства но она ела ее тошнило она снова ела и поэтому но почему например вот посты не вряд ли да потому что он говорит что ну и немножко не и физиологии да все говори что вышла функциональная система подчиняет себе нишу то есть если у человека есть какая-то высшая цель то чек например ну не испытываю скуки ну например если он просто ждет три часа он страдает ему что на служит свою возлюбленную три часа если ты часа для него это не время как бы да это время посвящено там мыслями они они и точно также человек понимает для чего он воздерживается до участие в одежду что я тренирую волю чтобы например побороть какие-то другие зависим самое главное что он воздерживается полюбив богу да потому что ну вот в том числе и не некие ориентирование на церкви происходит но то что у нее есть высший мотив не приводит тому что человек страдает от какого-то может быть временного нехватки еды если у человека выше мотивации нет если он едет только на своей воле то рано или поздно нас тащится и поэтому девушки очень важно здесь пересмотреть свою мотивацию ради чего она хочет это сделать да если это мотивация спора надо понять что в принципе последствия будет как могут стать катастрофические да если доходит речь до анорексия это может быть госпитализации какие-то же органические поражения мозга я знал девушку которая потом потеряла способность осчитать времени было уже та часть мозга которую ответственность за восприятие время на могла там пять часов зубы чистить но иногда люди уходят не жестко на алексею а в жесткую булимию толстеют еще больше ну и если сейчас не кидать камень в родители то сейчас модно во всем ведь родители я этого не делаю но все-таки некоторые авторы считают что иногда анорексия и проблемы пищевых расстройств связаны с домашней основкой в смысле что если она может быть и в реакция протеста до на что-то опять же я не утверждаю что это во всех случаях не не это не правомощно во всех случаях менять родители потому что ребенок он включен не только в семью данную какой-то в социальный контекст но есть некоторые я бы сказал робкие робкие представления о том что пищевые расстройства связано может быть здесь патичная обстановка в семье да как когда ребенок зажат во всех направлениях ни вправо ни влево он выбирает то направление в котором свободен что-то делать часть вот он свободен например есть он просто был такой случай да когда нужно там больше похоже было на клинику что ребенок ел выблевывал как бы съеденное в бутылке выносил это в школу мама раскрывала рюкзак опять бутылка но когда он жил не дома этого не происходило ну я и дальше потом не слил за этой семьей да возможно нужно больше информации чтобы разобраться ситуации но можем это был некий протест что вот дескать ребенок не может выйти заданных ему каких-то там жестких установок но вот он таким образом сигнализирует что все как бы с меня хватит и поэтому когда все таки более какой-то климат здоровый начинается семье то такие вещи происходят но одна женщина так рассказывала что когда у нее у ребенка начала анорексия для меня стоило больших усилий просто перестать контролировать каждый шаг своего ребенка да мне хотелось там ворваться на кухню до ешь ты наконец почему-то ешь вот только в овощи вот но вот она мы поели она съела там какие-то свои там огурчики все ушла и мне очень стоило больших трудов просто смириться с этим да но и на ком-то образом когда перестала лезть просто в ее расписание много стал в районе конечно не значит что родители должен быть полное безразличие типа ребенок сам разберется бывает нужно вмешиваться но вот разницу чем сейчас ситуация нужно вмешиваться и не нужно это уже должна быть человека мудрость эту грань мы начинаем чувствовать когда мы развиваемся в не только в отношении там понимания те теории нарушения питания когда развивается вообще жизнь в целом до учимся не только с ребенком общаться с коллегами на работе в том числе с богом да и тогда вот эта полнота картины позволяет нам понять где вот в данном сегменте нашей жизни уже происходит ситуация кроме должны реагировать внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео